МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Зарплата вовремя. Глава Чувашии Михаил Игнатий принял участие в селекторном совещании по вопросам выплаты заработной платы. Без мусора. Канаж решает вопросы вывоза отходов. Играй гармонь, звени, частушка. В ядре не прошел республиканский конкурс народного творчества. Ситуацию с задолженностью по заработной плате обсудили сегодня в правительстве России. Селекторное совещание провел премьер-министр Дмитрий Медведев. В нем принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Как в российских регионах намерены бороться с работодателями-должниками? Мой коллега Дмитрий Ковалев выслушал предложение. Конечно, люди все наши хотят быть уверены в завтрашнем дне, иметь возможность строить планы и для себя, и для своей семьи, опираясь на стабильный доход. А для этого нужно получать заработанные деньги вовремя и в полном объеме. Это аксиома. Но опираться на стабильный доход приходится не всем. Задолженность перед работниками в стране сейчас составляет порядка 4 миллиардов рублей. И число тех, кто не получил в ноябре деньги, достигло порядка 70 тысяч человек. И вот такая ситуация, она недопустима. Даже небольшая задержка не должна иметь никаких оправданий, включая и ссылки на общую экономическую ситуацию. Тем более, когда у некоторых работодателей возникает соблазн деньги по придержателе лишний раз их прокрутить через финансовые схемы. Дмитрий Медведев вспомнил о 90-х. Тогда владельцы предприятий решали свои финансовые проблемы за счет работников. В итоге долги перед ними росли месяцами. Такой ситуации повториться не должно, отметил премьер. Основная причина образования долгов все-таки в другом. Прежде всего, она заключается в отсутствии организации собственных средств. Есть разный анализ. Полагают, что на этот фактор приходится подавляющая часть суммы. Оставшаяся часть задолженности возникла из-за несвоевременного перечисления денег из бюджетов всех уровней. Но 97% это связано с недостатком собственных средств. С должниками в правительстве страны намерены бороться. Уже утверждена дорожная карта по контролю за выплатой заработной платы. Те, кто задерживают деньги, их штрафуют. Причем при повторном нарушении штрафы растут. Также мы увеличили размер компенсации работникам. Ну и удвоили процентную ставку за каждый день просрочки. Регионы получали дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников в бюджетной сфере, а также на выравнивание бюджетной обеспеченности. Но раз проблема сохраняется, значит принятых мер недостаточно. И нужны дополнительные шаги. Держат руку на пульсе и в правительстве республики. Предприятия «Чуваши» задолжали своим работникам 24 миллиона рублей. Причем здесь большинство предприятий, находящихся в конкурсном производстве, у нас еще фиксируется ежемесячная задолженность по заработной плате. На сегодня промтрафтер погасил всю задолженность. Агрегатный завод задолженность – это 59 миллионов рублей. Промтрафтер промлет – это 72 миллиона рублей. Вот по ним, по этим предприятиям, двум, это самые большие должники, по ним ситуация действительно неоднозначная, тяжелая. Тоже не хотелось бы предвещать декабрьский наблюдательный совет у Нижканубанка. Но мы на него рассчитываем. Мы здесь до конца года должны улучшить ситуацию. Задолженность необходимо погашать, несмотря ни на что. Эти вопросы, подытожил Дмитрий Медведев, должны взять на личный контроль главы регионов. Дмитрий Ковалев, Республика, из Москвы. Сегодня же глава «Чуваши» принял участие в межведомственной научно-практической конференции Министерства обороны. В Москву были приглашены не только руководители субъектов, но и представители предприятий, работающих на оборонную отрасль. Открывая конференцию, министр обороны отметил, вопросы взаимодействия органов государственной власти играют важную роль в развитии вооруженных сил. Сергей Шойгу напомнил, что в стране продолжается техническое перевооружение армии. В войсках увеличивается доля современной техники. В программе модернизации оборонного комплекса участвуют и предприятия «Чуваши». В республике создают технические пластины для подводных лодок, бортовые системы для военных самолетов, автофургоны и многое другое. Участники конференции обсудили и вопросы совершенствования системы межведомственного информационного взаимодействия. Эту работу региональные власти должны проводить совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Утонуть в мусоре с августа в жилых районах Канаша не вывозился бытовой мусор. Эта тема неоднократно поднималась в эфире национального телевидения. Творческая группа выезжала в Канаш, встречалась с жителями управляющей компании, администрацией, чтобы понять причины мусорного коллапса и пути его решения. Наконец, глава «Чуваши» выехал в Канаш, чтобы разобраться в ситуации. Изменилось ли что-то сейчас? Смотрите в нашем репортаже. Вывозом мусора в Канаши занимались две организации. У них был договор подряда с муниципальным предприятием «Чистый город». Когда МУП перестал подрядчикам платить, они сразу же прекратили вывозить мусор. Затем за уборку взялась еще одна организация, но у них сломалась машина, и на улицах города стало скапливаться много отходов. И только когда ситуация стала близка к экологической катастрофе, к решению проблемы подключилась администрация. Почему она не видела мусорный коллапс раньше, история умалчивает. Но проблема, по мнению администрации, не только в этом. В данное время, что происходит, у них машины исправные сейчас. Еще у нас приобретают другие предприятия, машины для того, чтобы вывозить. И плюс проблема в том, что в частном секторе у нас оплата за вывоз мусора идет очень низкая. В начале года платили всего 10%. Сейчас начали платить порядка 40-50%. Но у них тоже мусор надо вывозить, потому что без денег ничего не вывозится. К сожалению, не все жители оплачивают услуги по вывозу мусора. Получается замкнутый круг. Не платим, не вывозим, не будем платить. Оплачиваем все квитанции, которые к нам присылают за вывоз мусора. Сейчас вот пойдем платить. Сейчас еще нам за свет квитанцию принесут. За свет квитанцию поздно всегда приносят. Вот это долг у человека. У кого человек? Ну, у простого гражданина, ворота. Вот сколько он, получается, не платил? Стоит время, которое существует в чистый город. 100 рублей умножен на эту сумму. Сколько это будет? Сколько в чистый город существует, столько и не платят. Платить не хотят. И можно их понять, и вот и нас поймите. И вот не знаю как. А сами платите? Я плачу, да. Но сейчас вот из-за принципа есть немножко долг. Из-за принципа не плачу. Вот из-за этой свалки. В такой ситуации нельзя забывать и известное выражение. Чисто там, где не мусорят. Порой, чтобы было чисто, надо и самим жителям потрудиться. Ведем работу по очистке нашего города от засохших сорняков, от кустарников. Наняли мы организацию, которая очищает. Но я хочу обращаться к жителям, надеясь на то, что если кто-то придет и все почистит, и будет хорошо, этого никогда не будет. Если каждый житель, мы сами не постараемся, не будем вокруг себя чистоту, порядок содержать и соблюдать. Не выкидывать мусор, где попало, а научиться культуре обращению к мусорам. Наверное, тогда только будет порядок в нашем городе. На этой неделе администрация Канаша объявила конкурс и ищет подрядчика, который бы занимался вывозом мусора из частного сектора. Кроме того, с нового года вступают в силу новые тарифы на эту услугу. В платежках появится отдельная строка – плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы спрятаны в графе содержания и ремонта жилого помещения. С нового года эта услуга превратится из жилищной в коммунальную. Татьяна Молокова, Республика. «Молодежь – трудовой потенциал Чувашии» – под таким лозунгом прошел второй республиканский молодежный форум. Специалисты предприятий, молодые ученые, преподаватели, представители некоммерческих общественных объединений, студенты обсудили, что интересного произошло за год в их жизни, какие идеи они реализовали, с какими проблемами сталкивались. Там же определили лучший совет работающей молодежи. В форуме приняли участие свыше 300 человек. Главная цель форума – раскрытие интеллектуального и творческого потенциала молодежи. Это неотъемлемая часть профессионального роста. Кадры решают многое, и успех работы организации напрямую зависит от специалистов. Форум «Молодежь – трудовой потенциал Чувашии» стала универсальной площадкой для обсуждения многих актуальных вопросов, касающихся работы, бизнеса, семьи. Ну, во-первых, это общение, во-первых, с представителями министерства ведомств, с органами государственной власти. Они могли задать вопрос во время пленарной части, заодно отчитаться, какие у них успехи в различных областях, в науке, в производстве, в общественной деятельности, и обозначить проблемы, которые стоят в той или иной области. Совет молодежи «Ритм» еще очень молод. Ему всего год, но активности ребятам не занимать. На форум приехали для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, узнать новые движения в молодежной политике, какие есть наработки у людей, то есть поделиться и получить какой-то опыт. 14 команд. Каждая по-своему рассказала о своей профессии. Мы сегодня как раз и представили номер, как тяжело быть педагогом, когда столько детей в группах, и ты разрываешься на части. Ты должен быть и актером, и режиссером, и воспитателем, и няней, и музыкантом. Все это в одном целом. Победителями в разных номинациях стали коллективы Сбербанка, Детского сада «Золотая рыбка», предприятия «Август» и другие. Это открывает новые горизонты. Мы хотим поучаствовать во всероссийском форуме, который пойдет за Уралью, в Кургане с 5 по 9 декабря. Уже идет подготовка. Наши активисты готовы к этому мероприятию. То есть сейчас идет оформление всех нужных документов, и будет для нас новый опыт. Организаторы форума – Министерство образования. Работа на этом не заканчивается. По результатам дискуссионных площадок будут составлены резолюции и предложения. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. В столичном дворце творчества «Большие перемены». На его базе началось строительство детского технопарка «Кванториум». Подрядные организации приступили к работе не так давно, а уже в декабре здесь начнут реализовывать первые проекты. Сейчас во всех помещениях идут отделочные работы. На трех этажах детского технопарка расположится шесть квантов. Робототехника, электроника, программирование, биотехнологии и другие. Ребята будут заниматься научной деятельностью и разработкой различных проектов. Например, при посещении направления самолетстроения, они должны будут на выходе сдать проект своей работы, это строительство квадрокоптера. В дальнейшем это, конечно же, очень актуальнейшее направление, так как у нас и в городе, и в Республике развитие промышленности, в том числе и высокотехнологической, требует высококлассных специалистов. И именно на школьном этапе подготовка этих специалистов будет осуществляться в данном технопарке. Чебоксара – один из семнадцати городов, в которых создаются детские технопарки. Дворец детского творчества – одна из основных площадок Кванториума. Это совместный проект агентства стратегических инициатив и именоборнауки России. 56 миллионов федеральных рублей, еще 12 выделила республика. Эти деньги направят на приобретение высокотехнологичного оборудования и подготовку педагогов. Это не только наши преподаватели дворца. Мы тоже проводили, значит, конкурс, кто желающий заниматься детишками, работать нашими подборами. И очень много педагогов откликнулось на наше, приняли участие. И сейчас 12 человек уже обучаются в Москве. Проект технопарка реализуют по этапам. На первое время в Центре инженерной мысли будут заниматься 400 одаренных ребят со всей республики. В будущем их количество увеличится вдвое. Татьяна Леонтьева, Республика. Международному оперному фестивалю имени Максима Дормидонтовича Михайлова уже 26 лет. Каждый год в ноябре в Чувашию приезжают артисты, коллективы, имеющие российскую международную славу. Для поклонников оперы это настоящий праздник. На торжественной церемонии открытия присутствовала глава республики. Когда говорят о наших выдающихся земляках, прославивших чувашскую культуру на мировом уровне, в первую очередь вспоминают советского певца и актера кино Максима Михайлова. Его пение было глубоко народным. Лучшие традиции церковного и народного исполнения Максим Дормидонтович воплотил в оперных партиях. Знаменитый бас долгое время звучал на сцене Большого театра. Максим Дормидонтович был там солистом. На открытии вспоминали, как появилась идея создания Михайловского фестиваля. В 1989 году к нам пришел Максим и говорит, Ирина Константиновна, Лайсаванна, я хочу, чтобы имя деда звучало. Я хочу, чтобы у нас в Чебоксарах был фестиваль имени деда. Внук Максим сам оперный певец. При его поддержке в Чебоксаро не раз приезжали знаменитые оперные исполнители. Артисты Большого театра Михаил Казаков, Владимир Кудряшов, народные артисты СССР Мати Пальма и Зураб Саткилава, итальянский дирижер Леонардо Коадрини. Народный артист России Владислав Пьевко сам не раз стоял на сцене театра оперы и балета. Сегодня особый случай. Михаил Игнатьев уручил артисту именные часы и благодарность. Портрет Максима Михайлова и сертификат на 4 миллиона рублей получил и творческий коллектив театра оперы и балета. На этот раз в афише фестиваля Кармен Джорджи Безе, Любовь к Трему Пельсинам Прокофьевой и Турандот Пучини. Открылся праздник оперы Отелло Джузеппе Верди. Так что поклонников этого вида искусства ждут незабываемые вечера, наполненные высокой музыкой. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. Итоги республиканского конкурса «Лучший женсовет» были подведены в Цивильском районе. В преддверии Дня матери там собрались представители женсоветов республики. Мама – это самая сложная и ответственная профессия, требующая полной самоотдачи, душевной щедрости и терпения. Однако сегодняшние мамы не просто домохозяйки. На совещании говорилось об огромной роли женщины в современном обществе. Представители прекрасной половины человечества успешно руководят предприятиями, муниципалитетами, имеют собственный бизнес, не говоря уж о чисто женских профессиях. В канун Дня матери участников конкурса поздравили глава Цивильского района Татьяна Баранова и председатель попечительского совета Союза женщин Чуваши Лариса Игнатьева. Кульминацией праздника стало подведение итогов республиканского конкурса «Лучший женсовет». Увидителем стало Цивильское районное отделение Совета женщин. Возглавляет его Наталья Ельина. В Ядринском районе прошел второй открытый фестиваль-конкурс гармонистов и частушечников. Он носит имя Аркадия Айдакам, человека, искренне любившего родной край и много сделавшего для его развития. В фестивале участвовали творческие коллективы, профессиональные исполнители и просто любители из разных районов республики. Инициатор проведения фестиваля – известный гармонист Виктор Егоров. Все реже и реже слышатся переливы гармонии и веселые частушки на наших улицах, в домах и в наших сердцах. А ведь не так давно этот жанр устного народного творчества был самым распространенным. Еще наши бабушки, дедушки, да и родители напевали под гармонь бойкие четверостишья и обязательно пускались в пляс. Теперь такое действие чаще можно увидеть на сцене. Фестиваль сохраняет и развивает жанр частушки, традиционные игры на гармонии и не дает забыть о культуре чувашского народа. Помимо фольклорных и народных произведений на конкурсе звучали и традиционные веселые частушки. Все участники награждены дипломами за участие в фестивале-конкурсе, а лучшие гармонисты и исполнители получили денежное вознаграждение. Татьяна Филатова, Надежда Яковлева, Олег Якимов, Республика. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии – представитель Русского географического общества Зоя Трифонова. Наши новости и программы смотрите на сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия». Русского географического общества Зоя Трифонова. Русского географического общества Зоя Трифонова.